всем привет ребят сейчас к нам присоединится настюша и я вам как раз расскажу это уникальная девушка которая всю жизнь ну как всю жизнь большую часть своей жизни она в спорте то есть каким только спортом она не занималась у нее настолько уникальные практики она настолько умеет чувствовать свое тело хотел бы вас не по полной так как она ведет практики так как она чувствует тело но наверно таких людей очень мало и русалочка да слышно плоховато но слышно за наушниками сходи попробуй может быть лучше будет вот и как раз с настей мы с настей уже знакомы заочно очень-очень уже давно наверно года года четыре наверно уже по первым сайтам и так периодически общались вот а сейчас настя как раз марафона которые закрыты марафоны она на седьмой день проводит у нас заряд вот такая зарядка это такие отзывы она просто разбивает все тело после вот этих вот зажимов это очень круто должно быть лучше да сейчас вообще отлично слышно ой давай рассказывай я рассказываю как вообще добралась до своих практик и расскажи что ты не просто добралась до практик не просто то что ты много уже практик каких попробовала на себе попробовала как они действуют на тело но ты сейчас еще в том процессе чтобы скомпоновать и сделать свою практику по зову своего тела как оно будет вообще очень классно и очень круто и будем это обязательно проверять на марафоне да столько всего на самом деле да я чувствую что я в импульсе да последняя моя наверно с 2013 года вот исцеляющий импульс Голтиса я очень долго в нем была ну занималась четыре года я занималась просто без перерыва ну в плане по супер компенсации да но я не пропускала я такой просто человек была не знаю сейчас как то по другому все который вот сила воли дисциплина воспитана у меня еще если брать там вот эти все натальные карты у меня там сатурн сильный но я сейчас это уже не как бы не верю да в это все ну как не верю просто в каком-то периоде ты выходишь из этого и сознаешь что на тебя это как бы не подвластно как осознание и у меня вот это вот все было я если что то хочу я прям вот ну делаю не бросаю вот такое вот и вот импульс у меня был четыре года потом он стал как то так вот бегать я стала больше это если брать вот это последние года бегать мне нравилось бегать потому что когда бегаешь мне нравилось что я в какое-то вхожу состояние когда приходят инсайты идеи там какие то такие штуки которые мурашками прям обдают и и прям такое счастье какое-то происходит ну как медитация что ли можно назвать не знаю вот и и потом вот это вот импульс перевоплотился в выжимку это тоже от импульса просто методик ну как бы сама зарядка очень классные даже вот подобраться не не с чего да там все и дыхание и амплитуда очень грамотно состроена но у меня вот тоже сейчас особенно вот в этих вот днях хочется как то вот она классная да ну то хочется то ли более замедленной то ли вот такое что то более такое медленно осознанное какое-то такое потому что я и фейс пластика и фейс там билдинг все вот это остеопатия полдэнс легкая атлетика да действительно народные танцы там бальные танцы все время какое-то было с телом взаимодействие даже когда работала в клубе я работала в санкой все время бегала на каблуках ну то есть я много двигалась ну всегда мне нравятся какие там походы губ прогулки вот это вот все и в какой-то момент видимо я уж не знаю у меня ну вот не знаю как активировалось тело что ли оно было всегда в принципе да я его чувствовал активация тела произошла и стал очень как бы чувствовать тело ну плюс питание видимо поменялось да там еще там в 2011 году там сыроедение а изначально у меня в принципе с детства родители ну про питание говорили что там все это американское это все химозное это не надо кушать там я с 20 лет там газировку всю эту не пью там белый хлеб не ела то есть у меня как-то заложено было от родителей даже кока-колу не пробовал никогда там ни к макдональдсу не приучено то есть у меня изначально с детства были какие-то заложенные азы там типа правильное питание вот и поэтому как-то мне всегда хотелось быть здоровой не пить всякие таблетки вот это вот все и и хотелось быть счастливой очень хотелось быть счастливой потом я попала там к одной женщине ну там узнал татьяна наталья шафранова что счастье не в мужчинах оказывается что надо внутри счастье да я делала кучу практик я там и кашу предкам варила а если я делаю то я делаю прям вот так вот там и молилась и поклоны делала и там в полпятого вставала все это намывала там ну то есть писала утренние там благодарности и левой рукой там цель писала там все безусловная любовь ну то есть я ну такой практикант прям была конкретной все прорабатывала все прорабатывала и видимо там мантры читала и все вот это вот наверное в комплексе вместе там с телом да потому что по шесть-семь часов тренировок там и скакалка и бег и подтягивания там были и полдэнс и вот этот импульс там и всякие супер сеты девяти сеты на пресс там полдэнс перемешку там с растяжкой с бикром йогой бикром йога это горячая йога во влажном помещении это вообще вызов себе если вот хотите сделать вызов это прям эпоху и постройнеете и такое йога осознанное получается там ничто тебя не отвлекает на другие мысли ну если ты вот прям вот моменте это прям температура и влажность 40 градусов и вот взять себе челлендж например 30 дней и прям вот там ну жарко да и влажно и получается еще асан делать и каждую по два подхода и получается что это все такое да отвлекающее еще надо преподавателя слушать и ты вот просто вот ну сам с собой наедине получается вот бикром йога мне кажется тоже такой толчок дала мне и малоедение тогда включилась и курс там запускается то есть то есть через тело мы можем ну вот включить как бы вот эту активацию внутреннее видение сенсорное не знаю дыхание я вообще так понимаю что у меня через дыхание малоедение вот это вот на бале редкое едение такое включилась и разумность включилась то есть у меня как-то дыхание стало ночью до выключаться и потом вот как-то через болезнь как не через лев узел да вот это все ну через разум разум у меня вот как-то осознанность и вот это вот включилась именно такая осознанность вместе с разумностью она не давала вот кушать вот это вот еду она не хотелось еда то есть отвалилась естественным образом то есть не вот как сейчас я там практика она вот прям как-то очень разумно именно разумно вот осознанно и разумно мне кажется это разный немножко именно вот там была присутствовала разумность такая она как будто вылетела из моего поля через вот это вот не дыхание что ли которое я так понимаю принимаю, включилась вот этим вот действием с телом. Потому что, когда я была на Бали, я плавала. То есть я когда, ну, уже там меньше бегала, ну, больше плавала, там, по два часа, могла и даже три пробовать плавать. И сил было бесконечное количество. Сейчас, конечно, мне еда, наоборот, забирает силы. То есть если я попью, поем, мне не даёт силы. Мне, наоборот, тяжело ходить. Такая слабость наваливает, как будто просто мешок положили, и тебе надо его тащить куда-то. Ну, вот так вот, наверное. Даже не знаю, что ещё такого сказать-то. Расскажи, сколько ты уже в практиках. Расскажи, ты же вообще очень много занимаешься спортом и занималась, и у тебя такие, ну, у тебя такие результаты просто шикарные. У тебя нет уже этих стрелок, у тебя на сегодняшний день нет уже откатов. Ты именно вот практик корней волос. Ну да, я-то, я этот экспериментатор-исследователь. Мне всегда было интересно исследовать, да, всё на себе, экспериментировать. В практику ты имеешь в виду и вот этого чистых, да, или что? Да, да. Ну вот сейчас... Потому что чистые дня уже по-другому не случаются. Да, вообще. Вот сейчас у меня с 9 сентября, я за... Ну как бы... У меня долгого тоже вот был период, не получалось после болезни. я вообще как-то трансформировалась внутри, не знаю, телесно-психо-эмоциональном уровне. Вот названная болезнь не прошла меня как-то мимо. И, ну, я, видимо, сама хотела этого. Ну, в общем, была такая трансформация, она, видимо, ещё идёт, когда... Как другая личность, не знаю, другой ребёнок рождается. И немножко я другая стала. Естественно, у меня вот это вот... У меня стало вот как-то... Раньше я всегда закалялась. 6 лет каждый день. Я ни разу не пропускала, я всегда обливалась. Горные источники, всё. Вот после короны у меня как-то отношения с водой изменились. Вот сейчас в практике я тоже стала опять желать вот эту холодную воду, обливание. Ну, я могу спонтанно обливаться. То есть не то, что мне это прям всегда стало. Но я думаю, это всё равно восстановится. Просто вот ушла какая-то такая ритуальность. То есть если я в Абхазии, то я плаваю, например, гуляю. Здесь у меня другое, да. То есть как-то в зависимости от матрицы пространства уже выстраивается отношение с этим миром внешним. Как-то так, что ли. Вот эта чувствительность сильная, она вот как-то руководит, что ли. Просто чувствуешь очень сильное пространство и людей. И что надо делать. Заставить тело уже невозможно. И вот с 9 сентября у меня вот это время вообще как-то тело вообще на отказ отказалось. Ну там раз в день было питание. А так-то я уже... Вот это случилось... Вообще вся эта тема в январе 2019-го, так скажем, залёт спонтанный такой, случайный, не случайный. А вот сейчас, если брать 9 сентября, 4 дня у меня чистых получилось. И вообще у меня такого не было там... Прямо подряд именно брать, если. Вот. И потом у меня пошёл такой каскад разный. Там то 2,5 дня, то 3, то 2 суток. В последнее время были полтора. И там сок яблок я употребляла. И вот было тут 2 отклона в еду недавно. Ну так, немножко. И все прелести чувствуешь. И уже как бы осторожно очень с едой. Потому что там голова очень сильно начинает болеть. Весок, глаз там. Глаза вообще красные. Поэтому от еды уже очень сильные такие последствия. И, конечно, это получается как самоистязание. И уже сто раз подумаешь. Ну, разумность эта всё равно включается. Сто раз подумаешь как бы очень аккуратно с этим. Ну и уже получается, вот как ты говоришь, разговаривать с собой. Кто хочет. А съесть чтобы что? Я ещё спрашиваю. А потом я ещё такой вопрос задаю. Так, наблюдаем за состоянием. Я же не это состояние. Наблюдаем за состоянием. Просто наблюдаем. И вот если вот не знаешь куда деть себя, я просто сдаюсь. Я просто сдаюсь. И вот просто ничего не делаю. Просто смотрю, не знаю, в окно. Вот просто позволяю себе вот тотальную сдачу и ничего не делать. Потому что это особенно всегда было для меня сложно, ничего не делать. И вот эти вот полгода я, в принципе, училась ничего не делать. Ну, так скажем, сдаться. Вообще вот просто довериться телу. Потому что тело, оно куда активировано, оно всегда знает, что делать. Оно всегда, вот знаешь, как будто вот оно живёт, вот свою жизнь. А ты наблюдаешь. И оно очень мудрое. Очень мудрое. Очень самодостаточное. Как говорится, самовосстановительная система, особенно если ему не мешать. И как правильно ты говоришь, тело, оно... Мне понравилось, как ты сказала. Оно не чувствует... Ну, как бы... Очень чувствительное, да? Ну, да. Оно у нас не может чувствовать боль. Оно у нас не может чувствовать голода. Да. И вот оно не чувствует голода-то на самом деле. Оно реально не чувствует голода. Ну, оно... Давно это понятно уже мне, что оно голода не испытывает. Потому что это реально, ну, наши какие-то психические штуки. Эмоции. Но вот что я ещё заметила очень сильно, это влияние вещей. Эмоции в вещах. Знаешь, очень важно, вот именно для меня вообще моя любимая тема — это расхламление. Это важно расчищать пространство от вообще ненужных вещей. Ну, это мне прям нравится. Мне прям нравится, что было минимализм, мало вещей. Только то, что нужно. То, что вот вообще лишнего не было. Вот я прям это чувствую. И в пространстве, чтобы было чисто как-то... Ну, даже выйдешь на улицу, чтобы как-то всё было так аккуратно. Ну, во дворе, да, например, не валялось там вот эта вся... У меня вот друг просто такой захламитель. Он просто хаврошкин. И это капец, как тяжело. Но знаешь, у него тоже включается. Вот вчера два гладка воды съел. Говорю, Витя, что ты тут вообще не ешь? Я говорю, тебе наготовила, там всё намыла. Ты что не ешь? А типа у меня отдых от еды был. Говорю, так, повторюшки мне тут вот этого закормить. Хочется, чтобы он поел. Потому что как-то, когда он ест, я как будто... Ну, как будто он за меня ест. Знаешь, такое ощущение, что вот... Я питаюсь как будто тем, что он ест. Я не знаю, как это объяснить. Ну, Настюша, ты же еще. То есть ты же уже... Да, случилось так, что мама приезжала к нам на один день, увидела, что у нас в холодильнике пусто, и нам передала тут там яблоки, говорю, ну, там еду, короче, передала. Я говорю, зачем? Я говорю, я наоборот тебя избавляю там себе, на два дня даю этот поел. Что? Да. Давай, расскажи тогда. Вот ты же, смотри, ты же не просто так. Ты сейчас настолько уже стала цельная, настолько ты уже познала, что такое жить без еды. Ты же все равно вот в этом периоде достаточно долгое время. У тебя уже другое сознание, у тебя другое восприятие. Ты очень долго находишься в спорте, ты много практик использовала. И ты сейчас на том пути, чтобы совместить практику физического тела с практикой ментального, чтобы ты психологию, психику раскрутила за счёт именно физического тела. Ты же сейчас вот этим занимаешься. И на сегодняшний день как раз я вам, ребята, забегу немножко вперёд, скажу, что вот который марафон у нас 25 числа начнётся, с понедельника. Настюша там будет как раз показывать вот свои практики, то, что вот она скомпоновала, именно для того, чтобы наше тело максимально смогло расслабиться именно на сухих днях. То есть такой практики у нас ещё… Ну, я не знаю, то есть есть разные, насколько я знаю, есть разные зарядки, есть разные упражнения, но именно который подбор упражнений под сухие дни, под те состояния, когда тело зажато, а мозг уже просто начинает пульсировать, таких практик у нас практически нет. И Настя как раз вот идёт к этому, чтобы именно создать свой вот этот вот комплекс, который будет просто уникальным, и который она будет нам как раз показывать вот в эти пять дней, которые у нас будут марафон в закрытом клубе. Ну, это такое. Просто знаешь, я когда… Настя задумывается, потому что она всё время думает, что она вроде как бы ещё не дотягивается. Ну да. Но так как она преподносит эту информацию, ну, не было ещё ни одного человека в марафоне, чтобы он сказал так, ну, Настя, что-то я не понял, что-то мне не зашло, что-то мне не это. И ей всё время такую благодарность шлют после её зарядок, что вот нужно, видимо, ещё ей всё-таки в марафоне уже до конца укрепиться, что действительно эти практики, они волшебны. Так это же как раз-таки вот, ну, выжимка. Это как раз-таки выжимка. Потому что она очень… Это выжимка, да. Она очень полноценная. Ну, как полноценная? Я всё равно добавляю там про уши, да, там. Голова и вот эти все штуки. Я бы, знаешь, я бы, наверное, то, что отдельно от выжимки, отдельно бы, ну, как бы, создала. Но и то, оно будет, например, не на всё тело сразу. Например, на грудной отдел. Потому что, например, я чувствую, что на третий-четвёртый день вот этот грудной отдел, каркас, кости, вот это всё, начинаешь очень чувствовать, особенно когда уже вес спадает, начинаешь вот этот вот верхний каркас чувствовать, особенно если проблемы в позвоночнике, вот как у меня, например. У меня левосторонний сколиоз, у стеохондроз. Кстати, вот я в чистый зашла, у него стеохондроз вообще, ну, очень снизился. Ну, можно сказать, почти прошёл. И вот этот вот сколиоз, и вот это вот всё, кости, вот неровности, она даёт о себе знать. Возможно, она начинает как-то восстанавливаться, там, не знаю, что происходит. Но мне вот именно требуется грудной отдел. Я нашла такой классный комплекс, сделала его, и мне очень он зашёл. Я прям сразу почувствовала себя хорошо. Вот. Потом, когда у меня была такая проблема, у меня вот живот как-то выпирал, да, я разобралась, почему выпирает живот. Ну, как бы такое. Там и остеопатические практики. То есть, вообще, почему, ну, как бы, убрать живот, не качая вот этот пресс, да. То есть, именно такой грамотный подход, там, это вот эти вот диафрагмы, во-первых, да, там, тазовая диафрагма, все-все вот эти диафрагмы, разные там упражнения ещё. Вот. Такой вот комплекс был тоже, который я сама на себе, там, целый месяц занималась, там, практиковала, у меня стали тоже улучшения. То есть, потом мне нравится заниматься с лицом. Ну, то есть, ну, как бы, вот это с точки зрения, там, остеопатии и нервной системы. Это вот такой есть метод Фильденкрайза, вообще на него обучение есть, такое, длить, ну, то есть это нервная система. И вообще все, в принципе, наши органы и лицо, оно взаимосвязано. И вот эти все провисы и внутренние органы, они тоже очень зависят. То есть можно заниматься лицом, а провисы не уходят, да, или какие-то там проблемы с лицом. Это всё значит, ну, уже орган, да, то есть что-то надо с внутренним органом делать. И есть взаимосвязь органов и зон там на лице, да, определённая, ну, психосоматика, что ли. Вот это тоже мне интересна тема. То есть если брать новое, то не выжимку, так сказать, то это уже такое точечное. И мне очень нравится бикрам-йога, потому что как-то у меня тоже болела спина, и ничего мне не помогало, ну, у меня там невралгия какая-то была, я не хотела, как у меня было в 17 лет, там, всякие уколы прокалывать, ну, естественно, вот это всё. Я пошла на бикрам-йогу, вот. И там у меня пришла спина. Через какое-то время, там, месяц я занималась где-то, и всё. Там тоже очень грамотно, там единственное надо увлажнитель и обогреватель, то есть создать себе примерные условия. Вот там тоже очень классно подобран комплекс, и тоже он идёт там по два подхода, что мне очень помогло. И плюс у меня, конечно, наработки, то есть, ну, то, что мне давали мои там личные там, так сказать, когда я ходила там вот на висцеральный массаж, да, когда мне давали уже там, ну, и вообще я всё время вот это пополняла там запас по багажу, что заниматься как с телом, это грушевидная мышца наша, которую очень важно тянуть. Там тоже очень много всего зажато. Ещё там какая-то мышца забыла, там тоже внутри. Мышца здоровья. Ну, тут идут все мышцы здоровья. А, вот эта поздошлая, поздошно-поясничная мышца, её тоже важно тянуть, потому что она со временем у нас такая досокращается, и поэтому в старчестве у нас такой очень короткий шаг становится, и, ну, люди так сгибаются, и вот это вот, поняли, да, вот это поздошное, где бедро и вот это живот, вот эта вот мышца, она у нас сокращается, очень важно тянуть. Тоже её с точки зрения с апатией можно тянуть, то есть с дыханием, да, статикоизометрическое напряжение, это как раз-таки из импульса, да, но она и в остеопатии. Вот эта статикоизометрическое напряжение, я узнала, когда обучалась на всяких курсах, что это тоже, оказывается, в остеопатии применяется. Даже растяжка уже сейчас грамотная со статикоизометрическим напряжением идёт. Вот, ну и ДЦП также лечится, вот почему в импульсе лечится, потому что там статика динамика и статика изометрия напряжения вот это. Вот, и, ну, много наработок. У меня там куча листов исписано, так и не скажешь обо всём. Вот это вот у нас мышцы молодости тоже очень важная. Есть упражнения, да. Потом, чтобы грудной отдел открывать, у нас есть упражнение у меня классное в дверном проёме, когда мы просто тоже с точки зрения стеопатии там делаем вдохи-выдохи, давим, да, и у нас вот эта часть раскрывается. Ну, это блокировка, так скажем, в плечевых суставах, чтобы энергия, да, хорошо шла, чтобы мы чувствовали вот этот вот огонь, там, руки прислонить, чтобы мы чувствовали эту энергию огня, да, и вообще вот это руки, да, это же наше, вот, как сказать, сердце, да, вот это всё, что должно быть чистое. Вообще всё у нас должно быть чистое тело. Чистое тело, расслабленное тело, без напряжения, потому что во всех органах скапливается эмоция, напряжение. Очень классно даже в астеральном массаже, на самом деле, делать и самим, да. Не самим, а если умеете, да, расслаблять живот, там, говорят, да, но это тоже аккуратно, если там, как ты говоришь, свет, на чистых днях у органы очень подвержены перемещению, здесь, конечно, только грамотные мысли, грамотные специалисты, никто. Вот, и поэтому, что-то я мысль потеряла, я говорила, что... Уже столько важных вещей сказал, мне кажется, это вот... Вот эти мышцы, да, и... А, вот грудной отдел, да, что раскрываешь, и, получается, вот эти зажимы, они всё уходят, то есть, конечно же, важно работать. Меридианчики простутят, ведь есть там, да, массаж меридианов, да, когда мы сами себя прохлопываем. С утра будет вытягиваться, на пяточках ходить. Есть ещё подобное упражнение, что на пяточках ходить, ты говоришь, да, есть подобное встряхивание в импульсе, это тоже на пяточках такая. Сто-сто двадцать ударов в две минутки мы себя пробуждаем на пяточках. Ну, это такие небольшие подъёмы, и пятками удар, там, один сантиметр от носочка поднимаем, и удар такой ровненько стоим, идём. Там у некоторых даже зрение сразу улучшается, там яркость, какое-то видение. Ну, то есть, такое, ну, там, много профилактического значения имеет это упражнение. Его можно делать утром, и вечером, и в обед вообще. И когда вот ты говоришь про пяточки, я тоже вот сразу вот это вот стряхивание вспоминаю. То есть вот эти все, потом вот это, чтобы вот этот вот горб не рос, да, вот часто растёт. Вот здесь я много вижу, даже у мамы все, вот это вот место, оно часто тоже. Есть тоже упражнение очень классное, оно вообще простое. Ну, тоже просто зацепляем туда вдоль позвоночника максимально пальцы, и вот делаем по пятьдесят сто раз. Только они, когда сползают, мы опять туда поправляем, ну, опять делаем. Это тоже я у остеопата классно, вот когда проходила курс, она давала такое. То есть я вот, знаешь, когда прохожу курс, я прям какие-то такие суперские, которые мне очень нравятся, я себе беру на заметку, потом я, они у меня раз вспоминаются, я их делаю. Вот. И как-то так вот в потоке. В потоке вот так вот. Ну, я прям уже сама жду, когда у нас начнётся понедельник, потому что я уже сама хочу все эти упражнения испытать на себе, которые ты будешь на нас свой курс собирать. И это будет очень клёво, очень классно. Слушай. Ребята, мы вас всех ждём, конечно, в закрытом клубе, потому что Настя у нас там просто будет зажигать. Можно тогда просто частями на все дни как-то раскрыть, то не сразу по часу, да, то по двадцать минут. Да, да, по ним там лицом позанимались, там животом позанимались, грудным отделом позанимались, эти мышцы, молодости, здоровье прокачали, там грудного отдела. Да, а если ребятам потом это... Да, может быть, будем такие марафоны устраивать в закрытом клубе не раз в месяц, например, два раза в месяц, может быть, какие-то совместные потом, потому что у нас будет и Рима, и Настя, у нас будет во вторник, а в среду у нас будет либо Светлана, которая будет рассказывать, как она будет через танец вытаскивать в своё состояние, в наше состояние, и у нас будет в следующую пятницу ещё Лариса, которая будет делиться своим опытом, потому что многие говорят, ой, я возрастная такая тётенька, мне уже поздно. У нас Ларисе, по-моему, 72 года, она даже в 73. Да, вообще, относительно выше вообще, или 73, она у нас вообще просто-просто огонь. Она классная, у неё такой опыт, и для такого возраста, то есть это будет актуально людям, кто в возрасте, какие у неё, сколько дней было, да, чистых, как она у неё, там тоже чудеса происходят, как у неё осознание, у неё классное, тоже вот это вот, так скажем, вот это вот, как у меня, ой, да нет, я ещё нет, я ещё не то, а она такая, мощная, и у неё разговор, у неё всё нормально, и среб... Вот это вот какое-то всё не до, не до, как бы, как сегодня мне подруга сказала, этот... Есть вот самозванец, а она назвала это не самозванец, а полукровка. Типа вот всё время, что полу-полу, как-то она назвала этот синдром полукровки, когда всё время кажется, что ты там ещё не до что-то. Вот. И мне понравилось. Вот, видите, ко мне вообще, я очень рада, что я всё-таки, я так боялась, я помню, написать, хотя мы общались с тобой давно, мы уже там знакомы-то ещё, уже три года, ну как, чуть около... Около трёх лет, ну вот, как я попала в чат, это был конец 2018-го, наверное, начало 2019-го, ну как я вот на Бали уехала, вот, и ты говоришь, что уже была там, то есть какое-то время этот чат работал, вот, ну это около трёх лет, и я помню, мы там с тобой общались, по поводу импульса, как раз-таки, помню, ты мне писала, и мы в астрологии там были, в чате вместе, и там вот это вот всё, психоанализ этого, как его, Лакана, и потом я смотрю, ух ты, Света повезу, она у неё, всё получилось, я такая, всё долго тебе собиралась написать, и потом вот чисто и зашла, и вот чуть-чуть это, и написала всё-таки, и очень классно с тобой, знаешь, мне что нравится, что ты очень такая искренняя, очень доступная, простая, и такая тёплая, у тебя энергия, вот знаешь, в тебя хочется дотронуться, ну в плане дотронуться, не физически, ну и физически как бы, но я имею в виду, коснуться в плане повзаимодействовать, что очень ценно, потому что, и всё не так, не заумно, всё на русский наш язык, этот вот 3D-шный переведено, так скажем, и чувствуется вот это вот, как бы вот, ну, что ты как бы не ставишь себя там никак, вот ты вот просто как обычный человек общаешься, и это, конечно, всё очень ценно, и то, что ты, вот эфир недавно был у вас там, до Рима, вот такой тоже откровенный, такой искренний, это всё так поддерживает, 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 потому что ты понимаешь, что вот Света, она же тоже у неё, есть всё так, и тоже бывают там всякие штуки, и психические, и всё то, что, и проходишь, ну, как бы, очень здорово, что вот ты доступна вот в плане такого, не знаю, как сказать, просто, просто ты какой-то, искренности, не знаю, ты как-то вот реально наравне всегда общаешься, всегда наравне, вот даже на марафонах, да, я же там слушаю, да, всё это, вижу, как ты общаешься, я понимаю, что, и ты всегда каждому вот подход находишь, видишь, чувствуешь, это здорово. Спасибо большое, Настя. Так что с тобой очень классно. Ребятки, если есть вопросы, забывайте вопросы Насте, если нет вопросов, то мы вас ждём в клубе, мы и в клубе ждём, и в марафонах ждём, и Настя, может быть, ещё свои какие-то. Добрый вечер, я вас обоих очень люблю, давно слежу за вами. Спасибо, благодарю. Мы тоже вас любим. Так приятно. Да, может быть, Настюша потом сделает ещё свой какой-то марафон именно по физике. Я проводила год назад, и вот потом у меня случилось это, и я вообще пропала, исчезла с Инстаграма, я проводила чувствование себя через тело, разные практики давала, и лицом занимались, и осанкой занимались, я ещё по осанке же, да, изучала, осанкой мы занимались, комплекс давала, много всего там. Каждый день мы по-разному чувствовали тело, и эфир проводила. То есть каждый день то лицо, то осанка, то выживание, то методик, то мы его сокращиваем, опять упражнение было. То мы тазом дном, вот этим вот животом занимались. Да, ну это пока я, не знаю, ресурсы не чувствую. Может быть, пока с тобой повзаимодействую, я почувствую, и что-нибудь начну обратно проводить. я не знаю. Вера, вчера была на эфире со Светланой и стеснялась задать вопрос. Верочка, не стесняйтесь, потому что вы стесняетесь задать вопрос, ещё кто-то стесняется задать вопрос, а люди как об этом узнают? Только через ваши вопросы, через наши ответы мы все познаём друг друга, мы все познаём эти ситуации. Поэтому не стесняйтесь, потому что кому-то он тоже очень пригодится, кому-то тоже очень понадобятся эти ответы, эти вопросы. Это очень важно. Поэтому, ребят, ни в коем случае не стесняйтесь, будет даже вам кажется, что он какой-то дурацкий, глупый или ещё какой-нибудь обязательно задавает. Да, главное не молчать. Я вот тоже Свете же боялась всё написать, и думаю, ну что я боюсь? Я же, ну, получу ответ да, нет, ну как бы ничего у меня не сделают за это. И вот так же я сейчас прохожу обучение ещё по коммерческому праву, ну вот это естественное право, это когда, ну так скажем, ты учишься грамотно взаимодействовать с системой, и там тоже говорится, ну пока мы молчим, мы не волеизъявляемся никак, волеизъявление там по разным, да, направлениям. То есть важно всегда заявлять, а иначе система будет работать по методу системы с человеком, да. Вот так же важно не молчать, важно всегда, потому что молчание в нашей уже сейчас, да, системе, это как знак согласия. Если мы на какие-то письма не отвечаем, да, то есть, ну, согласен человек, иначе, ну, делаем, как бы, так как у нас с рождения дано вот этот вот сертификат, этот, свидетельство о рождении, то мы как бы вообще, ну, отданы, так скажем, этой системе, а из неё можно так, ну, не то что выйти, а взаимодействовать грамотно, ну, это, ладно, это такая тема, в изучении длительном. Я вот тоже на обучении, там голова вообще от информации просто пухнет, можно сказать, сложная информация. Так что важно говорить, да, важно не бояться ничего. Как правильно, Свет, ты говоришь про страх на марафоне? Да, страх — это только в вашем голове, его не бывает, его не существует. Страх — это всего лишь мысль, которую мы придумали и в которую мы поверили. Да. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, открывайтесь. Мы для вас открыты, мы перед вами открываемся, и вы открываетесь. У нас есть только этот день. Вот сейчас есть. И нужно прям вот, пришла мысль, её сразу реализовать. Я этому учусь. О, вопрос. У меня была проблема зажёры, не могу с этим ничего сделать. Ох, ну про зажёры, наверное, мы просто не успеем сейчас сказать. Вер, если вы не присоединились, если у вас же есть Инстаграм, вы, наверное, с Ютуба задаёте фронт. Ну, на Ютубе там очень большой ролик, я просто сейчас не успею ответить на этот вопрос. и в Инстаграме, в закрытом клубе мы тоже обсуждали эти моменты. Я только не понимаю, то ли Инстаграм у меня зависит, то ли только у Настёны зависает. Может быть, у меня зависает, потому что у меня деревенский интернет. Ну, в плане, здесь мой интернет, у меня Wi-Fi нет, и он здесь бывает проваливается иногда. Зажёры — это, конечно же, наша голова, это наша непрокаченная психика. И здесь очень много вот этих вот аспектов, которые влияют. Во-первых, неправильный заход в сутки и дни. Это очень важно. Во-вторых, неправильный выход. Если вы неправильно выйдете из сутки и дни, то в следующий раз вам будет очень тяжело зайти. Ваша психика вам не даст это сделать. Ну, по крайней мере, будет очень сопротивляться. Поэтому здесь настолько нужно вот это вот всё тонко делать. И когда вы это поймёте, вы поймёте, что наше тело, оно, в принципе, оно не хочет есть. И ваша голова даже готова отпустить это тело, чтобы вы дальше шли. Но это нужно сделать настолько экологично, настолько правильно и настолько разумно. Это должно быть обязательно в лёгкости. Как только вы начинаете себя ломать, вам тут же даёт ответ ваша голова и ваше тело. У Светланы картинка лучше, начисто стало проваливаться немного. Ага. Так, добрый вечер. Настя, сколько вам лет? Что вы кушаете, когда едите? Настён, к тебе вопрос. Вот этот вопрос про возраст, я вообще так, уже, знаете, не люблю ассоциирует себя с возрастом. Ну, если сказать про тело, тело там, по нашему исчислению, да, которое тоже, там, если копнуть дальше, да, то у нас там не 12 месяцев, 13, ну, вот это вот, чтобы даваться. Ну, ему 38. А что я кушала? Ну, то есть я в основном соки пила, ну, и то, как пила, это громко сказано, что я там пила соки, там, повысасывала яблочки из дерева, сейчас кончились они, и вот друг притащил продукты, и что я съела? Я съела авокадо, и я уж не помню даже. И что-то повысасывала тоже, яблоки, по-моему. И финики, по-моему, еще несколько съела штук. То есть я, ну, как бы, и даже вот от такой пищи, ну, видимо, лишнее было, было плохо. Вот. Поэтому здесь уже важно и количество, и количество, важно количество. И лучше, конечно, для меня лично меньше кричалки, то есть чуть-чуть там, типа как игра происходит, даже я могу просто пожевать, чуть-чуть повысовывать и выпунуть. То есть мне больше как бы, ну, какое-то такое, даже я могу куснуть два яблока, ой, два раза яблока, там одно, второе, просто понадкусывать, и все, и уйти. То есть, ну, это как бы вот для меня вот могу так выйти. То есть это как бы, ну, такое как-то, не знаю даже, как это назвать. Ой. Ну, вот, ой, блин. Психическое, наверное. Во рту становится так не очень приятно, и, ну, на третьи сутки, например, да, там, и все. И хочется какой-то вот вкус, и такое вот состояние, думаю, блин, мне еще эфир проводить, и что-то такое, начинаешь там придумывать, это. А когда вот полтора у меня было суток, я выходила, там вообще не хочется ни пить, ни есть, во рту хорошо, но у Светы тоже был эфир, почему мы уходим вот в закрытом аккаунте. Потому что, потому что, потому что, присоединяйтесь, там все. Это какая тема, блин? Вот так. Вопрос. Света, много раз слышала от тебя, что аспекты могут быть физическими, психическими и психологическими. Чем последние два отличаются друг от друга? Психические и психологические, то есть, смотрите, психические — это наша психика, это наши эмоции, это наше чувствование, а психологические — это те крючки, те якоря, которые нас держат. Это, то есть, это те какие-то непроработанные либо какие-то для нас болезненные ситуации, психологические ситуации. То есть, одно чувствование, что мы чувствуем, а другое — это ситуация, это психология. Так, Вера, вчера не могла найти ваш закрытый клуб. Вера, напишите тогда в Инстаграм, можете написать мою основную страницу либо в школу, и вам скинут все данные. Там зайти на «Давтоплинг» в шапке профиля и найти просто пункт «Закрытый клуб». И там есть номер карты, скопировать его и заплатить. Да, да, да. И запрос сделать закрытый клуб. И все. И вы там, вы с нами. На понедельник как раз еще у вас есть целых два дня присоединиться, чтобы, ух, марафончик как пройти все вместе. Ребят, если вопросов больше нет, то мы тогда на сегодня будем заканчивать эфир, потому что еще у нас сегодня последний день марафона. Возможно, у меня с ребятами хочется тоже поболтать, увидеться, все у них. какие-то моменты, которые недопоняты проработать успеть. Поэтому всем огромное спасибо. Настюш, тебе огромное спасибо. Я очень рада, что ты с нами, очень рада, что ты в клубе, очень рада, что ты будешь с нами в марафонах. Просто это класс, просто это кайф. Спасибо всем. Я тебе благодарна очень. И под этим видео тоже ссылочку на инстаграм Настены я оставлю. Если какие-то вопросы будут, пишите ей, пишите ей в директ, в личку, она ответит тоже на все ваши вопросы. Всех обнимаю, всем спасибо, что были с нами. Все, благодарю.